Огромная проблема, когда мы проводим анализ на предприятиях, аудит, то есть чертежи и техническая документация утеряна. Поскольку технической документации нет, чертежей нет, списка «быстрые» наших запчастей нет, механики и прочие люди, которые занимаются этими организациями работ, они вынуждены искать информацию по уже закупленному оборудованию, то есть разворачиваются там проекты по спортизации, когда ходят там непосредственно по этим жесткам, описывают, как они устроены. Ну, соответственно, это неправильно. Идея в том, что описать на уровне политики требования, что необходимый комплект документов нужен еще на этапе закупки этого оборудования для служб «Антаир». Там, пожалуй, и чертежи, и сметы, если есть у поставщика типовые нормы. То есть вся информация может быть поставлена сразу. «Антаир» 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 «Вы можете, как раз, приоткрыть то, что это секретно, в качестве результата, потому что я думаю, что здесь присутствующий было бы интересно конкретный результат из точки зрения У вас очень глубокий был фокус в вашем докладе на рискориентированный менеджмент, а что же про возможности? Какие возможности организация может приобрести от внедрения ваших методов? Спасибо. Какие выгоды внедрения стандарта на мою оценку, как человек, который занимается этой темой давно, приведение в соответствие существующей практике управления ТАИР к лучшим мировым практикам управления активами? То есть это вот состояние перехода от ремонтов к управлению активами, это некое развитие вашей системы ценностей, понимания именно уходить от ремонтов и начинать заниматься какими-то глобальными вещами управления ценностью от активов. Опять-таки здесь много людей технических, которые занимаются ремонтами именно как ремонтами. Все-таки мы рассматриваем стандартизацию управления активами как дополнение к тем задачам, которые вы и ваша служба занимаетесь в части ТАИР, то есть обеспечение процессов техобслуживания, ремонтов оборудования. Преемственность системы, когда уходит главный механик, главный инженер, не дай бог там гендиректор, система будет работать, она будет обеспечена внутренними аудиторами, она будет иметь некие базы данных в ваших информационных системах, то есть она будет работать независимо от людей, которые сейчас находятся на каких-то постах. Ну вот собственно я очень кратко хотел по шагам, которые нужно именно пройти для внедрения, а я думаю, что многих интересует, что же такое сама система управления активами, то есть как она устроена, то есть какие нужно пройти этапы, чтобы ее внедрить. Четыре таких этапа подготовки к сертификации, по сути это этапы внедрения самой системы управления активами. Продолжение следует... Продолжение следует...